Основные восстановительные работы в Сочи будут завершены в течение трех дней. Об этом сегодня рассказал глава МЧС России Владимир Пучков. По его словам, за это время спасатели должны закончить откачку воды из затопленных домов и расчистку магистралей. Сейчас в городе работает комиссия по оценке ущерба. Владельцам машин, пострадавших во время наводнения, окажут помощь. Министр Пучков уточнил, что этот вопрос взят на особый контроль. Но за тем, как Сочи восстанавливается после большого стихийного бедствия, следит сейчас мой коллега Владимир Роменский. Он находится в поселке Мирный, это Адлерский район. Володя, привет, слышишь ли ты нас? Здравствуй, Антон. Ну, действительно, восстановительные работы сейчас продолжаются. Работают здесь, в поселке Мирный, десятки машин МЧС. Они пытаются откачивать воду вот сюда, в эту низину спущенные рукава. Ну и после этого воду пытаются в канализацию уже каким-то образом сливать. Еще ряд домов находится в зоне подтопления. Вода отсюда не уходит. Мне удалось пройти по этим домам. Действительно, очень много имущества там пострадало. Люди говорят о том, что ущерб им нанесен очень большой. Ну вот сейчас пытаются спасать кто-то свои машины. Уже был я в том штабе МЧС, который развернут здесь, в близлежащей столовой. Но вот сейчас я вижу одного человека, который пошел выносить мусор. Простите, пожалуйста, позвольте вам задать несколько вопросов. Ну вот сейчас продолжается, кстати, и помощь сотрудников МЧС. Они на лодках вывозят людей из тех районов, из которых просто невозможно выйти. Но вот вода здесь действительно доходит еще где-то до колена. Ну, стоит заметить то, что это, наверное, самый пострадавший от наводнения. Район я накануне посетил также в совхоз России. Там также достаточно сложная ситуация, по крайней мере, оставалась на вторую половину вчерашнего дня. Ну вот люди рассказывали о том, как у них в стиральных машинах плавали рыбы. Потому что, ну, действительно, вода доходила где-то до уровня полутора метров. Спасти свое имущество люди пытались разными способами. Кто-то пытался перенести на второй этаж, но не всегда это помогало. Другие пытались уехать, но тоже не всем далеко это удалось. Сейчас для того, чтобы каким-то образом добиться компенсации, ну, а в первую очередь будет выплачиваться по 10 тысяч рублей на человека. Это для пострадавших. Нужно обратиться в специальный центр, принести туда достаточно большой из перечень документов. Говорят, что здесь, на месте, в поселке Мирный, находится и мэр города Пахомов. Он лично, по словам жителей, следит за ситуацией. Однако многие недовольны тем, что вот очень много приходится бюрократических пройти шагов для того, чтобы хоть чего-то добиться реального. Ну, сами спасатели МЧС также продолжают работу по развозу гуманитарной помощи, доставляют людям и еду, и воду. Некоторых предлагают отправить в центры размещения, которые находятся также в числе олимпийских объектов. Насколько я понимаю, ну, вот сами олимпийские объекты, олимпийские деревни находятся также и здесь. Она тоже несколько пострадала от этого удара стихии. Люди, которые рассказывают о том, что произошло, говорят, что дождь действительно лил очень сильный. Такого давно не было лило, как из ведра, причем ситуация продолжалась достаточно долгое время. Стоит заметить то, что дождь шел в Сочи. И накануне, по всей видимости, это также несколько осложняло ситуацию. Кроме того, часть тех стоков, которые должны помогать в том, чтобы вода уходила, по всей видимости, сейчас забиты грязью и илом. На самом деле, именно вот он наносит основной удар по жилищам, поскольку сами жители говорят, вода уйдет. В этом, может быть, и нет каких-то сильных, страшных последствий. А вот тот самый ил, который сопровождает собой страшную воню, она действительно чувствуется здесь, такой неприятный. Кисловатый запах, он никуда не денется. И, по всей видимости, людям придется снимать и линолеум, если он даже где-то и остался. Снимать ламинат для того, чтобы хоть как-то привести свое жилье в потребный какой-либо вид. Но сама откачка воды, по словам жителей, не всегда дает эффект, поскольку пытаются сливать, ну вот здесь, в канализационные люки, в других местах, в канавы. Но там из этих канав вода опять возвращается на участки, в дома, о чем граждане также сообщают. Еще один момент. Но вы слышите, как ревет техника сотрудников МЧС. Сейчас вообще сюда переброшены значительные силы. Видел я даже машины из Реутова. Говорят, что приземлилось накануне два борта ИЛ-76, в которых как раз-таки вот эти вот машины МЧС и находились. Но когда люди говорят о том, что могло стать причиной такого наводнения, они говорят то, что во многом может быть виноватой та олимпийская стройка и те объекты, которые появились здесь как раз-таки в 2014 году. Ну, говорят то, что до этого, конечно же, лело, работали насосы. Подтопления были, но, может быть, если и происходили, то всегда незначительные. Тем не менее, нынешний удар стихии был действительно достаточно мощным. Вода уходила сверху с гор, вот сюда, на склон. И отчасти здесь задерживались жители. Многие, многие действительно винят то строительство, которое здесь произошло. Кто-то говорит то, что должен был быть здесь сделан каскад озер. Но вот часть из них, ну, действительно, потом не восстановили. Другие винят те самые как раз-таки канавы и ливневки, ну, то есть те самые стоки для воды. Кто-то говорит, что они были совсем незначительными. Кто-то говорит то, что их нужно было сделать шире. А этого так и не произошло. Тем не менее, здесь поселок Мирный пострадал в наибольшей степени. И, ну, конечно, здесь вы видите то, что стоит вода. Она доходит до колена. Плавают еще машины. Ну, их водой не сносят. Тем не менее, вот до окон в некоторых местах действительно машинам вода еще доходит. Как будут компенсированы вот такие утраты, это, наверное, еще очень большой вопрос. Потому что, ну, первую очередь об этом уже заявляли и власти. Помощь будет оказывать тем туристам, которые здесь находились. Но я, когда побывал вот в том центре, который сейчас занимается и опросом граждан, там в основном, насколько я понял, собираются делать ставку на работу с теми компаниями, которые, соответственно, производили страховые и должны производить страховые выплаты. Как это будет производиться, сказать сейчас достаточно сложно. Но сами жители, многие не верят в то, что они уже в ближайшее время смогут получить компенсации, поскольку, ну, вот подобные наводнения происходили с ними в последние два-три года. Многие это также отмечают. Однако, ну, вот такого удара они, конечно, не ожидали. И еще раз хочу заметить то, что некоторые говорят то, что действительно, эта ситуация во многом связана с тем, что были очень сильные ливневые дожди. И здесь кивать на кого-то просто, наверное, бессмысленно. Другие же отмечают, что именно вот такая ситуация здесь образовалась в последние два-три года. И связано это именно с постройкой олимпийских объектов и с тем, что власти просто не предусмотрели необходимые мер для того, чтобы, ну, вот вода могла беспрепятственно уходить. И те самые ливневки не были достаточным образом хорошо обустроены. Антон? Володь, одно уточнение. В каком состоянии сейчас сам город Сочи? Ну, ты был в Мирном, сейчас там находишься. В Сочи ты видел, как сам город пострадал, учитывая, что курортный сезон в разгаре? Ну, Сочи пострадал в меньшей степени. В основном удар наводнения пришелся по его Адлерскому району, то есть в котором мы сейчас и находимся в самом Сочи, в самом центре. Продолжается жизнь. Хотя, ну, вот вчера вечером, когда возвращались туда, начался опять дождь. И вот по трассе проехать в некоторых местах было сложно. То есть одну ее часть вода практически полностью закрывала, заливала. Ну, в городе еще действительно много туристов. Там жизнь идет. И в основном удар прошелся по вот Адлерскому району. Пострадали многие и гестхаусы, то есть небольшие домики, в которых местные жители размещали туристов. И для них, по всей видимости, это будет серьезный удар, поскольку как восстановить на 100 тысяч компенсации, а ну вот в итоге, по итогам, именно такую сумму должны получить местные жители. Ну, на одно лицо обещают власти выплатить столько. Как на эту сумму компенсировать весь тот ущерб, который был нанесен, многие просто не знают. Поскольку у многих и стиральные машины, и плиты, посудомоечная техника, бойлеры для того, чтобы нагревать воду, а порой они как раз-таки и стоят под 100 тысяч рублей, находились на первом этаже. И, конечно, в первую очередь они и пострадали. Помимо этого в негодность у людей пришла кухонная мебель, кровати и прочее, и прочее. И поэтому, ну вот, хватит ли тех 100 тысяч, которые власти обещают выплачивать, это для многих остается, конечно же, огромным вопросом. Но люди сейчас пытаются каким-то образом скооперироваться, несут свои документы, обмениваются информацией. Ну и помимо этого стоит заметить, что сотрудников МЧС, они благодарят и за гуманитарную помощь, которую развозят на лодках. Кроме того, на лодках людей порой прямо из их домов доставляют в ту часть, где они уже могут передвигаться сами пешком. Но вот что будет происходить в дальнейшем, многие не понимают и, конечно, недовольны той компенсацией, которую вот должны выплатить. Кроме того, отмечают, что в прошлые годы эти деньги приходили лишь спустя несколько месяцев. Некоторым их и вовсе не выплатили. Но, а вот быть людям нужно восстанавливать уже прямо сейчас. Как в этой ситуации действовать для многих остается пока загадкой. Володь, но самое главное, серьезно пострадавших нет, как я понимаю, в районе Большого Сочи от этого наводнения. Вообще сообщения, насколько я знаю, проходили об одном погибшем, но и то не он был как-то захлебнулся или умер. Именно от воды там его убило электричеством, то есть, по всей видимости, закоротило. Но, кстати, многие районы, в том числе поселок Мирный, долгое время оставался без света. Сейчас электроснабжение здесь восстановлено. Многие люди показывают, что происходит в их домах. Они как могут пытаются ликвидировать те последствия стихии. Но сейчас говорить об этом пока еще, по всей видимости, здесь рано, поскольку вы видите, что в еще некоторых домах стоит вода, где она доходит, ну вот, до колена. А в некоторых районах даже и ниже. Антон. Спасибо. Володь, выбирайся из зоны бедствия. Это был мой коллега Володя Роменский, который нам сегодня будет рассказывать о том, что происходит в районе Большого Сочи, которое вчера затопило.